Невероятные встречи в Skyrim Special Edition. Друзья, всем привет! Меня зовут Сигерой Иван, а это мой канал Мистер Гэд! Поехали! Друзья, хотите увидеть самое невероятное, нестандартное мое прохождение? Skyrim Special Edition. Ссылочка внизу, потом обязательно заходите. Я сейчас совсем недалеко от Рифтона. Вот, вот. И здесь, смотрите, в принципе, ничего такого необычного. Клетка, в ней волк. И если мы попытаемся его освободить, то выскочат сразу звероловы, которые... Ай-яй-яй-яй-яй, типа не трогайте, не трогайте нашего волка. И если мы его освободим, то он совершенно не агрится. Как бы говорить спасибо нам! Смотрите, друзья. Еще, знаете, вот, все. Этот Милаха на свободе. Теперь может идти, куда ему захочется. Черт! Знаете, так хочется, чтобы больше, больше было таких моментов в шестых свитках. В принципе, ничего такого необычного. Ну, именно эти моменты, именно эти моменты делают Скайрим просто невероятны. Я сейчас совсем недалеко от Айвастада. Поднимаюсь наверх и вижу... Перевернута тележка. Какие-то разбросанные вещи. И парень. Помоги, пожалуйста. Я тебя заплачу. Что с тобой случилось? Бандиты разграбили мою повозку. Ты мне поможешь? Конечно. Мой лагерь тут рядом, в руинах Нилхейма. Если проводишь меня туда, я тебе заплачу. Ммм. Вау! Как он быстро подорвался, а! Парень, ты хоть утюг забери, что ли? Это прямо за мостом, на том холме. Ага. Ну, недалеко. А вот интересно, друзья. Сколько монеток он нам даст? 20, 50 или 100? Если что, делайте ставки. Мы уже близко. Я вижу лагерь. Ага. Вот он, значит, да? Ребята, привет. Я тут вашему другу помог. Я вернусь с твоей наградой. А где тут лавочки подождать? Мм? Плохое ты выбираешь время, чтобы... Ооооо, чёрт! Друзья, это ловушка. Вы представляете? Эти гады. Эти бандиты просто заманивали своих жертв сюда. И потом убивали. Вы представляете? Вау! Вон он, гад. А ну-ка иди сюда. Иди. Я заберу твои шмотки. Длинный лук, одежда. Одежда у него, кстати, прикольненькая такая, да? Заберу. Для нестандартного прохождения, мне кажется, зайдёт. И хочу, чтобы этих моментов было ещё больше. В шестых свитках. Парень. Сгорай. Вау! Просто вау, друзья. Скайрим невероятен. Или вот, друзья. Невероятная, уникальная встреча. Но мне за неё рассказали мои подписчики. Когда я прошёл, я просто офигел. Оказывается, тут есть три поворота событий. Смотрите. Первый. Сохранимся. Привет, друг. Радостно видеть, что ещё одна добрая душа радуется такому светлому дню? Да у тебя усталый вид. Иди сюда, раздавим бутылочку медовухи Хонинга. Давай. Смотрите. У вас должна быть медовуха. Если её не будет, то просто мед Хонинга. Тебе не доводилось вкушать мед Хонинга? Да это же лучшая медовуха за пределами Софтгарда. Сладкая, как поцелуй девицы в звёздную ночь. И крепкая такая, что тролля с ног сшибает. Ладно, хватит болтать. Заходи, выпей со мной и с моими друзьями. Это первые друзья. А, ничто так не получается. Поднимай дух, как крепкий медовый дух. Твоё здоровье. Пусть приключения принесут тебе славу и богатство. Эта первая развязка добавляет нам просто мёд Хонинга. Но смотрите вторую. Второй вариант, друзья. Привет, друг. Да у тебя усталый вид. Иди сюда, раздавим бутылочку медовухи Хонинга. Может, выпьем со мной мой чёрно-вересковый мёд? Друзья, ну, он у вас должен быть, чтобы эта фраза появилась. Чёрно-вересковый? А ну, бери сейчас же эти помои. Я лучше уж сопли мамонта пить буду. Чёрно-вересковый мёд? Это что ещё за гнусность? Отравить меня хочешь? Вот такая вот реакция. И он вообще ничего нам не даёт. И третий вариант, друзья. Третий самый крутой. Привет, друг. Радостно видеть, что ещё одна добрая душа радуется такому светлому дню. А у тебя усталый вид. Иди сюда, раздавим бутылочку медовухи Хонинга. Друзья, но у вас должна быть медовуха Хонинга для этой фразы. Я знаю, что может быть лучше, чем бутылочка. Две бутылочки! Борода из мира. Да ты мне нравишься. И ещё бутылочку. Лучше не бывает. Такое доброе дело не должно остаться без награды. Вот, держи. Твоё здоровье. Пусть приключения принесут тебе славу и богатство. Друзья, и он! Он даёт нам ожерелье! Уууу! Это просто обалдеть. Заходим в одежде. Зачарованное ожерелье. Переносимый вес увеличится на 25%. Казалось бы, ерунда. Но нифига себе! Нифига себе! Как же это круто! Как же это невероятно, друзья! Вау! Скайрим просто лучший! А вот, друзья. Смотрите, идёт какой-то парень. И ведёт разрисованную корову. Разрисованную корову! Давайте спросим у него. На твоём месте я бы держался подальше. Почему? Я иду на стоянку великанов и не могу обещать, что эти твари не примут тебя за подношения. Держись подальше и беспокоиться будет не о чем. А-а-а... Тебе помочь? Что-то приносит жертву великанам. Ну, сразу понятно. Корову, конечно. Другие делают по-своему, но я считаю, что если раз в год принести великанам жертву, они не станут трогать наше стадо. Кто-то говорит предрассудки, но лично я в это верю. У меня ещё великаны ни разу стадо не тронули. Вы слышали, как она крикнула? Я, кстати, когда-то видел, как идёт великан, а за ним... Да сделай же что-нибудь! Там что-то дерётся, что ли? А за ним бежит вот эта вот корова. Вы представляете? То есть этот парень отвёл корову великану, а великан её не убил. Он просто начал её пасти. Невероятно! Или вот, друзья, смотрите, рентгарцы... ...пока я вам не наваляла. У неё нет шрама. Что? О, ты прав. Мы ошиблись. Иди своей дорогой, пока твой язык не довёл тебя до беды. Когда в следующий раз будете приставать к людям, вначале убедитесь, что не ошиблись. Опять рентгарцы. Но обратите внимание, что они другие. Нужно что-то. Это не те. Это не те, что в Айтране. То есть по всему Скайриму рентгарцы ищут какую-то рентгарку. Да. Нужно что-то. Обалдеть, да? Я, честно говоря, эту пасхалку встретил довольно поздно. Не знаю почему, но раньше я её не встречал. И как по мне, мне кажется, она довольно редкая. Также, также на дорогах можно встретить вот этого парня. Привет. Привет тебе, брат. У тебя усталый вид. Если хочешь, я помогу тебе расслабиться. Друзья, он продаёт наркотики. Да. Погляди. Самое-самое-самое, конечно, это скума, лунный сахар и живица сонного дерева. Не знаю, живица сонного дерева самая полезная. Она добавляет 100 единиц дополнительного здоровья на 45 секунд. Вы вообще представляете? Ого. Лунный сахар это как ингредиент. Скума это выносливость. Живицу. Покупайте живицу. Но, если вы её выпьете, зелье, то у вас будет реально наркотический эффект. Смотрите. Одно. Воу. Понеслось. Как-то меня немножечко плющит. У тебя усталый вид. Нет. Если хочешь, я помогу тебе расслабиться. Ты знаешь, мне уже намного лучше, друзья. Намного лучше. Вау, всё приобретает такой фиолетовый оттенок. Как-то мутит. Друзья. Если вы знаете ещё крутые, уникальные моменты, то присылайте. Присылайте мне в комментариях. Конечно, я всё не показал, но их ещё очень много. Вот почему. Вот почему Скорим такой обалденный. Присылайте. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии. Если вы что-то не знали, ставьте лайк. Если просто, просто ставьте лайк. Всё, друзья. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь, порекомендуйте это видео, друзья. И будьте счастливы, друзья. Пока.